Время заседания народной экспертизы 20 декабря глава Угольческого муниципального района Элеонора Шереметьева объявила об отмене повышения тарифов на услуги ЖКХ, находящихся в ведении района. Для нынешнего времени, когда все стабильно дорожает, это решение весьма неожиданное. Но у главы района на этот счет есть свои доводы, и в интервью Угольческому телевидению она их обосновала. Леонора Михайловна, вчера на очередной народной экспертизе Вы выразили готовность отменить повышение тарифов по трём позициям. Это содержание и ремонт жилого фонда, уборка придомовых территорий и содержание службы заказчика. Чем вызвано это решение? Добрый день, уважаемые угличане. Во-первых, содержание придомовых территорий и содержание службы заказчика это решение было раньше. Проходили публичные слушания, где люди говорили о том, что придомовые территории убираются недолжным образом, и надо этот вопрос упразднить из оплаты. Я как глава согласилась. То есть это было раньше. Что касается оплаты службы заказчика, то мы снизили с 62 копеек до 45, то есть на 17 копеек. Сочли это вполне оправданным. Оставили лишь содержание центра регионального обслуживания, это расчётно-кассового центра. А что касается тарифов, это вопрос гораздо сложнее, и я долго шла к этому решению. И только лишь проект народной экспертизы, которому вчера исполнилось два месяца, подвиг меня к этому. Люди выступали с конкретными примерами о том, что много ещё претензий к обслуживающим организациям. И самое главное, качество услуг не улучшилось. А если качество услуг не улучшилось, значит, у нас нет основания и повышать тарифы на эти услуги. Вот этот принцип, который должен быть заложен в решении вопроса тарифов. Качество услуги, оплата услуги. Правда, большая сумма требуется для того, чтобы компенсировать разницу в тарифах, которые нам РЭК установил, это региональная энергетическая комиссия, и то, что мы будем закладывать в бюджет с 1 января 2008 года. Разница более 8 миллионов. Для нашего бюджета это очень ощутимая цифра. Но поскольку я, как распорядитель кредитов, приняла это решение, то, естественно, мы будем выполнять. И за счёт чего компенсировать можно будет эту разницу? Только местный бюджет. Только местный бюджет. Но будем собирать, будем лучше работать. И тот проект бюджета, который мы имеем на 2008 год, он позволяет это сделать. У нас каждый год бюджет увеличивается минимум на 25%. И, конечно, здесь очень большая роль наших инвесторов. То есть, достаточно сказать, что, например, к нам пришёл очень сильный инвестор Никсанс, который имеет третье место в мире по кабельной продукции. Это фирма французская. И они сделали у нас в Угличе центральный офис своей фирмы. Это что значит? Это значит деньги в бюджет. Но не только Никсанс. И Тайка Электроник, и Семрос, и вот ещё немецкая фирма СИСИ готовит свои документы, чтобы у нас зарегистрироваться. И в южной части города у нас формируется технопарк с логистическим центром. А это значит, что у нас будут дополнительные доходы. Так что у нас появляется маленькая-маленькая как бы возможность, но всё-таки уже снимать бремя с людей за счёт вот этих денег, которые поступают в местный бюджет. Леонид Михайлович, это действительно ваше решение очень хорошая новость для угличан, тем более, в общем-то, для многих семей. Это и экономия. Ну, конечно. Для кого-то вот где-то это более 500 рублей для каждой семьи стандартной квартиры. Ну, там 54 метра, мы считаем, квадратная квартира, 3 человека. Это более 500 рублей. Но для кого-то деньги небольшие, и кто-то скажет, ну, подумаешь, там 500 рублей или там 600 рублей. А для кого-то это новые башмаки для ребёнка, новые ботинки. Для всех людей это разная сумма по восприятию, но для меня важен принцип. Нет улучшения качества услуги, нет повышения тарифов. Всё. Вот я пытаюсь это заложить в сознание людей, тем более в сознание обслуживающих организаций. Для них это большой урок на будущее. Да, было бы очень замечательно, если бы такой справедливый принцип распространялся и на другие услуги ЖКХ. Вы знаете, к сожалению, мы не можем на другие тарифы этот принцип распространить. Объясню, почему. Есть управляемые факторы и неуправляемые. В данном случае вы вот сказали, содержание, так сказать, и ремонт жилищного фонда, да, содержание, значит, службы заказчика и уборка придомовых территорий. Эти тарифы устанавливаем мы, местная власть. А что касается воды, так сказать, тепла, здесь мы как бы играем прикладную роль. Потому что тарифы устанавливает даже не региональная энергетическая комиссия, которая вот уже работает около пяти лет, а тарифы устанавливает федерация. И вот если газ с 1 ноября 2008 года поднимается на 25%, то мы повлиять на эту ситуацию не можем. В этом плане, ведь вот в воде, например, в воде, только в холодной воде, энергии в плате за нее заложено более 30%. Если повысилась плата за электроэнергию, значит, и вода должна дорожать. А горячая вода, там уже больше процентов электроэнергии заложено в горячей воде. И поэтому вот эти вот услуги, что горячая вода, холодная вода, тепло, это газ, плата за газ непосредственно, это уже не наши тарифы. Поэтому здесь мы должны следовать, но отдать должное, что губернатор Анатолий Иванович Лисицын еще, он очень жестко поставил этот вопрос перед региональной энергетической комиссией, сказал, не более 19%. Ну, это еще меньше, у нас там вообще 9% мы уложились. Ну что ж, хорошие новости по закончании 2007 года. Но вот сегодня, конечно, нельзя не задать и еще такой вопрос, который волнует угличан. Ушел со своего поста губернатор Анатолий Иванович Лисицын. На этот пост назначен Сергей Алексеевич Вахруков. Какое отражение получило это событие сегодня? Я соглашусь с вами, что действительно угличан взволновало это событие, потому что традиционно отношение к Анатолию Ивановичу угличан не менялось. И Анатолий Иванович действительно вывел Ярославскую область в лидеры. Мы, Ярославская область, по качественным показателям дальше 5-6 места среди регионов России, а их сейчас 75, а было 80, мы не уходили. И Ярославская область, она действительно звучала везде в таком хорошем варианте, как пример по многим позициям. Поэтому угличане знают Анатолия Ивановича не как лидера губернаторов, но еще такого человека, который любит Углич, ценит угличан и всегда помогал Угличу во все трудные времена. Поэтому, конечно, в этом плане мы говорим Анатолию Ивановичу спасибо за все то, что он сделал для Углича. Самое-то главное, что отметил Анатолий Иванович, о том, что он рад, что на Ярославскую область пришел губернатор, который хорошо знает нашу территорию, который хорошо знает людей, которые здесь работают, который никогда не упускал из виду Ярославскую область и внимательно следил за развитием нашего региона. Ну и то, что Анатолий Иванович выразил надежду, что развитие Ярославской области не остановится, а напротив оно должно получить дальнейшее развитие. И Сергей Алексеевич подтвердил, что это его родной край Ярославской области, что он родом из Ярославской области, из Рыбинска, что он готов, так сказать, и дальше продолжать, как бы дело, начатое губернатором по развитию нашего края и по привлечению инвестиций в наш регион, и иностранных, и, так сказать, российских. Ну и о том, что он, как бы, готов внимательно пересмотреть те вопросы, которые мешают работе власти и которые нуждаются в пересмотре, так сказать, для улучшения качества жизни людей. Мы в несколько глав побывали у Сергея Алексеевича. Вот у нас состоялась с ним такая, ну, короткая беседа, и Сергей Алексеевич заверил нас, что он начнет свою работу с посещения, значит, районов, с тем, чтобы ознакомиться с положением дел на местах. Вот, ну и, как бы, после этого мы обсудим ситуацию уже вместе на уровне, так сказать, областной администрации. Как двигаться дальше, какие слабые места, какие сильные стороны, ну и что можно сделать для того, чтобы не останавливаться, а, напротив, ускоряться. – Ну, у вас было такое ощущение, что политика, начатая Анатолия Ивановичем, будет продолжена Сергеем Алексеевичем? – Это ощущение и было, и есть. Я не сомневаюсь, потому что Сергей Алексеевич, он же работал в команде Анатолия Ивановича долгое время, он же был его заместителем, потом он был спикером, и он очень сильный управленец, это однозначно. Вот, ну, может быть, он не столь сильный хозяйственник, но это придет, потому что быть сильным управленцем сейчас – это действительно то, что необходимо. Ну, а человек умный, в профессиональном плане состоятельный, он легко разберется. – Ну что ж, спасибо. – Да, всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует...